сегодня просто потрясный день учитывая то что сейчас ноябрь месяц я тут подумал а почему бы мне не рассказать вам сирым и убогим про хорошие велосипеды выше хорошего велосипеда никогда в жизни не видели так вот знакомьтесь вот это вот хороший велосипед днем много чего хорошего но я хотел остановиться на одной детали это планетарная втулка внимание направо планетарная втулка если вам допустим тяжело крутить педальки умеет делать так и если вам захотелось чтобы педальки снова крутились тяжело пожалуйста можно переключаться во время езды можно не во время можно стоять на перекрестке и крутить зад период вообще пофигу на циферплатике цифры от 1 до 7 вот какой ты хочешь ты включаешь через сколько хочешь хочешь по одной хочешь все сразу вообще пофигу вам наверное интересно какое чудо техники позволяет это делать но я вам сейчас покажу вот пожалуйста хорошо видно все в дерьме все в дерьме цепь ржавая ржавая так выглядит планетарная трансмиссия и она по-прежнему работает лучше всех этих ваших электрических дюра эйсов с этой стороны даже виднее какое все черное здесь последний раз все смазывалось когда-то летом кусок голубя тут какого черта делает а мылась наверное ну да весной когда карантин только начался и мне нечего было делать если вы не в курсе то вся настройка этого дела заключается только лишь в индексации тросика причем для индексации сделаны две желтые метки которые надо просто сопоставить как я уже говорил видосе ранее никакой тугой пружинки которая выполняет переключательную функцию планетарной трансмиссии нет поэтому можно переключать вот тут эти двумя пальчиками в то время как на классической трансмиссии с перекидной цепью с дирейлерами такие монетки вообще нафиг отмерли черт какое солнышко полярное я ребят я туда не хочу разве что к наташке поприставать где наташка я наташки нет наташки ой боже мой когда я последний раз смотрел в интернете это был акция солидарности москвы с хабаровском все поехали нафиг отсюда я сегодня не собираюсь винтится вообще-то настроение у меня сейчас неиздабельно если можете видеть я в обычных зимних ботинках окей я приближаюсь к трубной здесь когда-то миллион лет назад текла река не глинка остался осталось очень крутое русло а саму реку закопали нафиг чтобы она не мешала точечной застройки и крутое русло означает что я могу проверить этот велосипед на тему как он переключается при езде в горку а то что мне конечно скажут что это невозможно нельзя так делать ну я сразу скажу что по слухам переключаться именно при педалировании в горку действительно нежелательно так как ты таким образом а слово забыл стешишь сотрешь управляющие собачки в планетарке вот пожалуйста давайте чего возьмем разгон потом заберемся на горку потом почувствуем что не едет и сбросим все обратно да вот так вот и все пожалуйте я прекратил педалировать просто на доли секунды и в это время сбросил это совершенно скорректный способ переключения на планетарной трансмиссии сейчас повторю вот аллогично вверх и пожалуйста можно стоять на педальках вниз можно крутить я запахался это у меня не туда камера смотрит подвиньтесь пожалуйста влево-лево-лево народа-то дофига гуляет я думал спокойно потрындить тут спасибо нифига себе меня таксист пропустил вот свадьи бог тебе здоровья я крещу то правильно обратите внимание что у меня перчатки как раз под троеперстие а вот есть еще горки давайте залезем на горку я переключился на повышенную зачем я это сделал а вот люблю танцевать еще выше уважаю эти упражнения да кстати если вы велосипедах не очень сильно разбираетесь вот вам простой способ определить есть велосипеде планетарная трансмиссия или нет от зайти справа к нему сделать вот так если ничего не отвалилось а владелец велосипеда не встал на колени и начал плакать значит трансмиссия планетарная но в противном случае это что-то другое ну и пользуясь случаем также объясню чем а нормальные велосипедные крылья отличаются от всяких там с кс blade и прочей распиаренной вот этим ребят три точки крепления все чугунная все толстая и все с завода но здесь две точки но блин какие крепления вы поглядите велосипед которым есть нормальные крылья называется city bike велосипед который называется гравл называется кусок дерьма также city bike обычно полны других офигенных фич например у них есть защита цепи точнее защита ваших брюк от зажевывания звездами и цепью и обмазывание их дерьмом и под дерьмом я подразумеваю эту черную жижу которая превращается смазка после 10 минут езды ножной тормоз это тоже эксклюзивная фишка для сити байков не надо настраивать он не застирается не надо обслуживать тра-ля-ля не боится воды грязи можно хоть до уши обмазаться но самое интересное что усилия при торможении регулируется ногами если можешь чуть-чуть тормозить а можешь любой момент сделать скид прямо как настоящий фиксер на фиксер правда скидить так и проще так как у фикса как правило колеса гораздо уже и гораздо проще заблокировать а это дрянь перед тем как заблокироваться пытается тормозить широких то покрышек сцепления с асфальтом лучше еще пацаны между ряди пидар блин ребят какое же сегодня все красивое просто трындец огромное количество Продолжение следует...